Друзья, всем привет! С вами Дим Димыч. Комендантский час в Дубае закончился, а это значит, что я снова могу выходить на улицу и записывать свои видео, сколько мне полагается. Ужасный ветер начинается. И сегодня мое видео на тему минусов жизни в Дубае. Все-таки в одной большой бочке меда существует одна маленькая, но ложечка дегтя. Сегодня мы разберемся, почему такая же развитая, цивилизованная, богатая страна все-таки не так пригодна для жизни для нас с вами. Поехали! Итак, я составил топ минусов жизни в Дубае. Нахожусь здесь уже порядка года. Это мои выводы, которые я сделал. Это не значит, что эти минусы будут совершенно для каждого человека одинаковые. Для кого-то мой минус может оказаться существенным плюсом, так же и наоборот. Самый первый и самый важный минус этой страны – это отсутствие гражданства. Каким бы вы хорошим человеком не были, как долго бы вы здесь не прожили, какую бы зарплату и на какой бы работе вы работали, никогда вы не получите гражданство, в отличие от других европейских стран. Политика страны такова, что арабов очень мало и они стараются, естественно, вырастить, поднять свою нацию. Если каждый будет получать гражданство в этой стране, то от нации по итогу ничего не останется. Такой расклад Эмирата не устраивает. И, естественно, правила сейчас таковы. Все являются либо туристами, либо резидентами. Я являюсь резидентом этой страны уже год, но никогда я не получу гражданство. По крайней мере, пока что законы таковы. Это самый главный и самый первый минус, я считаю, для всех. Потому что вам постоянно приходится запариваться по поводу визы, по поводу проживания и так далее. Второй очень важный и очень существенный минус Арабских Эмиратов – это цена на жилье и цена на жизнь. Но про жизнь мы поговорим чуть позже. А цена на жилье здесь стартует от обычной койки места. Это будет 300 долларов, как минимум. С непонятными людьми, с непонятной квартирой, неизвестно в каком районе вы будете искать это койко-место. И, поверьте, вы будете рады, что за 300 долларов вы нашли это койко-место. Потому что все остальные цены и квартиры, которые сдаются, гораздо выше. Вы только себе представьте, какое жилье вы можете себе позволить за 300 долларов в своей стране. Но этот минус может для кого-то обратиться и плюсом. Вдруг у вас хорошая работа, хороший старт. Вы можете приобрести квартиру или снять ее в аренду и сдавать, соответственно, еще дороже. Как я и говорил, для кого-то минус, а для кого-то плюс. Двигаемся дальше. Друзья, мы добрались до третьего пункта в моем списке минусов жизни в Дубае. И это погода. Погода одновременно и минус, и плюс для кого-то. Потому что летом в Дубае очень жарко. Температура стартует от 35 градусов. Но добавьте к этому ко всему относительную влажность воздуха. Порядка 80-90%. И вы просто офигеете. На улице невозможно находиться. После трех минут вы будете полностью мокрый. И захочется обратно домой. Но в остальные месяца в Дубае очень даже комфортно. Всю зиму можно отходить, как и я. В футболке, в шортах, в тапочках. Что еще нужно. Самая минимальная температура зимой это 12-15 градусов. Это было когда-то давно ночью. Это был один день. Сезон дождей здесь практически не выражен. Это будет 2-3 дождя в год. Здесь очень комфортно круглый год. Страна вечного солнца. Вот так я ее называю. Сразу после погоды я вам накину четвертый минус Дубае. Это воздух. Все дело в том, что это автомобильный город. Это жаркий город. Соответственно здесь все под кондиционерами. И если вы не любите кондиционированный воздух, друзья. Этот город не про вас. Потому что кондиционеры везде. В маршрутках, в троллейбусах, автобусах. В переходах, в лифтах. Они везде, поверьте. И они всегда работают практически на полную мощь. И если для вас это проблема, примите это к сведению. Не приезжайте в Дубае в жаркое время года. Пятый минус жизни в Дубае, друзья, это еда и цены на нее. Как известно, Дубай это пустыня. В пустыне в принципе ничего не может расти. Но даже здесь, если что-то и выращивают, это выращено все на воде, на искусственных удобрениях. Сами понимаете, какой вкус еды этой будет. А та еда, которую мы с вами едим, которой мы с вами привыкли, это будет еда из вашей же страны, привезенная сюда и продана вам в 5 раз дороже. Друзья, честно, в 5 раз. Я смотрел цены, проверял, поверьте мне. И если вы прям переживаете за качество питания, будьте готовы выложить немаленькую сумму на перпитание себе в месяц. Либо же те продукты, которые вы будете покупать местные, они будут не слишком качественные. Готовьтесь к этому. Если для вас это важно, эта страна опять же не для вас. И вот мы подобрались к по-настоящему важным вопросам в моем списке. Это медицина. Медицина, я считаю, очень важный вопрос для каждого из нас, друзья. Медицина в Дубае, естественно, очень дорогая. А обыкновенный прием у индуса-терапевта, который просто проведет вам общий осмотр, померяет температуру и так далее, будет стоить порядка 100 долларов. Если у вас есть страховка, да, возможно, такой прием будет бесплатный. Но вы прекрасно понимаете, что все люди разные. Каждый требует своего подхода. И ваша страховка попросту может не покрыть все ваше лечение. Если вы приехали в Дубай поболеть, пожалуйста, не болейте, будьте здоровы. Ну и, конечно же, куда современный человек без мобильной связи и интернета в Дубае? Я затрагиваю этот вопрос, потому что мобильная связь по разной цене для туристов и для резидентов страны. Если вы планируете в этой стране задерживаться и быть резидентом страны, делайте, как я. Берите своего товарища, знакомого или кого угодно, который с вами пойдет в магазин и на его Emirates ID карту вы уже приобретете себе сим-карту. Так получается в три раза дешевле. Это касается цены изначальной за сим-карту, за стартовый пакет. И дальше пополнение каждый месяц у вас будет, естественно, дешевле. Но еще можно удешевить этот же тарифный план ваш. Все дело в том, что вот такая политика здесь компании, что чем больше вы оплачиваете единоразово, тем дешевле вам получается в итоге вот вся сумма. Посчитаем по минимуму. Мой пакет Virgin Mobile в месяц стоит 82 дирхама. Это базовый у них там тарифный план, самый минимальный там. И если его покупать каждый месяц и оплачивать отдельно, посчитайте, сколько это получится, да? А я заплатил 500 дирхам за год. Это получается 50% скидка и плюс каждый месяц вам даются бонусы в виде мобильного интернета. Друзья, но если вы все-таки не испугались минусов, которые я перед этим вам всем рассказал, и все-таки решили приехать сюда и остаться здесь завести семью, то роды вам обойдутся в 5000 долларов, это как минимум. Будьте готовы выложить такую сумму. Дальше, чтобы отдать ребенка в детский садик и в школу, здесь есть и русский, и английский, и арабский, какую хотите, вы можете себе в принципе выбрать, подобрать. Это будет минимально 1000 долларов в месяц за обучение вашего ребенка. Поэтому ищите, друзья, хорошую работу. Сегодня я разобрал основные минусы жизни в Дубае, которые я нашел лично для себя, находясь здесь уже порядка около года. Пишите, что для вас в приоритете в жизни, в принципе, в комментариях. Если вы впервые на моем канале, переходите в раздел видеозаписи, смотрите мои другие видеоролики про Дубай. Там я показываю цены на жилье, на питание, на проезд и так далее. Это все более подробно в плейлистах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте вот такие вот лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока!